Всем привет дорогие друзья! Вы на канале IT-Doktor. Это канал для всех, кто хочет научиться веб-разработке. Для данного видео урока я подготовил несколько файлов, которые мы будем использовать для проверки функции Live Preview. Скачайте этот архив, извлеките в удобное для вас место и теперь в редакторе Brackets нажмите вот эту вот кнопочку, «Открыть директорию» либо же файл «Открыть директорию» и выберите данный каталог «Test Project», выбор папки. Вот мы видим открывается наш проект, здесь два файла «Main.css» и «Index.html». Теперь можем приступать к работе. В этом уроке мы рассмотрим такую замечательную функцию, как Live Preview. Эта функция позволяет нам просматривать результаты нашей работы, можно сказать, в прямом эфире, сразу же, как только мы вносим изменения в код. Раньше нам нужно было написать какой-то код, нажать «Сохранить файл», зайти в браузер, обновить страницу и только после этого мы видели изменения, которые мы сделали. Но теперь же мы можем сделать это намного проще. В редакторе Brackets по умолчанию есть функция Live Preview. Вот эта вот иконка справа, молния, отвечает именно за нее. Если вы ее нажмете, у вас появится окно, которое предупреждает вас о том, что данная функция работает только в браузере Google Chrome. Поэтому, если вы хотите ее использовать, придется установить данный браузер. Нажимаем эту функцию и наш проект открывается в браузере. Я перенесу окно направо, браузер слева. Давайте проверим, как это работает. Вот у нас есть тег «p», можем написать любой текст. Мы видим, как только мы пишем текст, он сразу же появляется в браузере. Нам не надо сохранять файл, обновлять его и так далее. Точно так же это работает с CSS файлами. Перейдем в CSS файл, изменим, например, цвет текста. Цвет меняется на красный. Также мы можем нажать здесь «Ctrl-E», знакомую нам уж и функцию. И выбрать любой цвет из предложенной таблицы. И сразу же видим, как цвет меняется. И подобрать более удобный для нас цвет. Также мы можем проделать это для цвета фона. И для любых других стилей мы можем использовать данную функцию. Так же, как и можем использовать ее для файлов HTML. Мы видим, что создается текст и сразу же появляется в браузере. Также данный инструмент позволяет нам просматривать области тегов. Например, мы нажимаем на тег «h1» и видим в браузере его границы. То есть он подсвечивается у нас. Следующий тег «h2», тег «p», опять заголовок. Текст у нас без тега. Сейчас создадим тег «p». И посмотрим, что теперь. Вот мы видим и его границы. Если же вы хотите отключить данную функцию, то переходим в меню «Vid», подсвечивать в Live Preview. Отключаем функцию. И теперь в браузере мы не видим эту подсветку. Либо же включаем ее обратно. Надеюсь, вам был полезен данный урок. С помощью этого инструмента вы можете значительно ускорить свою работу. Вам не придется постоянно сохранять страницу, возвращаться в браузер, обновлять, чтобы проверить результат. А сразу же вы будете видеть ваши результаты в браузере. На этом, думаю, можно заканчивать этот урок и переходить к следующему видеоуроку. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк этому видео, если оно вам понравилось. Пишите в комментарии ваши пожелания, а также подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. И нажимайте на колокольчик, для того, чтобы узнавать о новых видео сразу после их появления. Вся информация, ссылки на сайты и полезные ресурсы будет в описании под видео. Спасибо за внимание и до новых встреч!